По инициативе Совета молодых педагогов во Дворце пионеров прошел шахматно-шашечный турнир. С такой идеей молодые педагоги обратились в Управление образованием, где эту инициативу поддержали. Сам турнир чисто товарищеский. Здесь не было победителей и побежденных. Такое мероприятие в образовании нашего города проводится впервые. В турнире приняли участие порядка 30 человек. Это молодые педагоги, школьники и ветераны педагогического труда. Наши молодые педагоги сегодня пригласили также ветеранов педагогического труда, для того, чтобы вместе с ними попробовать свои силы именно в таких играх, как шашки и шахматы. Я очень надеюсь, что это не последняя наша такая встреча, и мы его назвали первый шахматно-шашечный турнир среди молодых педагогов. Я надеюсь, что такое замечательное соревнование будет проходить у нас постоянно. Воспитатель детского сада Дарья Лабутина занимается шашками с детьми практически каждый день. Дети играют для развития интеллекта, для развития интуиции, ну и также для разнообразных навыков интеллектуальных. Дарья отметила, что шахматами пока с детьми не занимаются, но уже запущен проект по обучению детей этой высокоинтеллектуальной игрой. Для председателя Совета молодых педагогов участие в турнире – это не только разминка ума, но и встреча с ветеранами педагогического труда. Мы с Советом молодых педагогов хотели встретиться с ветеранами педагогического труда. И вот выбрали такой формат, именно такая неформальная обстановка, чтобы посидеть, поиграть в шашки, в шахматы и заодно пообщаться. Ветеран педагогического труда Раиса Кузьминых считает, что это очень хорошее и нужное мероприятие. Я считаю, что это очень хорошее мероприятие для молодых специалистов и для нас, ветеранов, что у нас еще мозг работает, а молодые-то специалисты вообще молодцы. Ну и потом развитие-то должно в городе проходить, игра в шашки, в шахматы – это все для детей. Ветеранская организация всегда активно участвует во всех проводимых мероприятиях, как в рамках образования, так и в городских. Мы буквально во всех мероприятиях городских участвуем, сами свои проводим, и на концерты ездим, и в турпоходы ходим, и в театры, ну, как наша душа пожелает. Это все для того, чтобы человек один не замыкался в стенах своего дома. Как правило, подобные турниры создают условия для интеллектуального развития воспитанников различного возраста, развивают чувство ответственности и умение разрешать проблемные ситуации, воспитывают у подрастающего поколения настойчивость, уверенность в свои силы и, что немаловажно, умение выигрывать и проигрывать с достоинством. Начальник управления образованием Светлана Валеева выразила уверенность в том, что такие мероприятия начнут внедряться во всех образовательных учреждениях города. Юрий Чиликин, Максим Фетисов, Новости АТВ. Юрий Чиликин, Максим Фетисов, Новости АТВ.